В Сарове зарегистрировали больного корью. До этого последний случай заражения болезнью был в городе 24 года назад. Корь – острое инфекционное заболевание, которым болеют и дети, и взрослые. Болезнь передается воздушно-капельным путем и опасно развитием осложнений органов дыхательной системы и желудочно-кишечного тракта. Тяжелое течение кори поражает слуховой и зрительные нервы. Может ухудшиться зрение и появиться тугоухость. При коре здесь расстояние, когда человек может контактно изразиться от больного, увеличивается до 5-8 метров. То есть это концентрация в выдыхаемом воздухе, так как это воздушно-капельная инфекция при разговоре, при чихаре. При кашле поделяется вирус во внешнюю среду и может проникать через дыхательные пути. Есть не исключено, что через конъюнктивы глаза. В инкубационном периоде корь определить сложно. На катаральной стадии появляется температура, кашель, недомогание. Но и в этом случае корь очень похожа на обычную простуду. Характерные для кори высыпания и пятна появляются сначала на слизистой полости рта. На третьи-четвертые сутки цыпь распространяется по телу человека. Сначала поражается кожа лица и шея, потом пятна переходят на тело и конечности. Также инфекция может передаться от беременной мамы к малышу внутриутробным путем. В специфическом лечении кори не существует. Существует симптоматическое лечение, когда облегчает состояние здоровья. Основная профилактика – это обязательно, конечно, вакцинация. Вакцинация, согласно национальному календарю профилактических прививок, это у деток, начиная с 12 месяцев, ревакцинация в 6 лет. И они считаются защищены. Значит, после заболевания, пожизненный иммунитет, повторно случаях заболеваний, кори не встречается. Если известно, что здоровый человек контактировал с больным корью, то необходимо сделать вакцинацию в первые 72 часа. Она обеспечит легкое течение болезни. Также необходимо обратиться в больницу для проведения профилактических мероприятий. При первых признаках заболевания необходимо срочно обратиться за медицинской помощью. До прихода врача свести контакты с людьми до минимума. Чаще мыть руки с мылом или использовать спиртосодержащие средства. Использовать средства защиты органов дыхания, маску или марлевую повязку. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.